МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Вести, это Татарстанов, студия Алмаз Хакимов. Здравствуйте. Вот главные новости к этому часу. Снова ребенок и снова в набережных челнах. Пропал второклассник, волонтеры приступили к поиску. Полезненный вопрос и замкнутый круг. Почему одни выписывают лекарства инвалиду, а другие отказываются их давать? Вода подступает в каких районах стихии и где еще ждать? Узаконить озеро, как казанцы решили бороться за водоем в черте города? Страны-участницы эспотенческих игр объединяются. Делегатам рассказывают, какой будет универсиада. Райные республики подключаются к поиску второклассника из набережных челнов. Сегодня стало известно, что 7-летний ребенок накануне около 3 часов дня вышел из школы номер 6 поселка Зябь, но домой так и не вернулся. Последний раз ребенка видели накануне около 6 часов вечера. После школы он зашел в гости к своему однокласснику. Рассказывали, что он гулял с Сашей, они меряли лужу, он упал в грязь, и потом пошел к нему сушиться. Все его накормили, после чего он с одноклассником вышел на улицу погулять, и после этого пошел домой. Однако дома в тот день 9-летний Владислав Алексеев так и не появился. В семье не сразу хватились ребенка, поскольку, по словам его матери, он был очень общительным. В его привычках было уходить из дома, оставаться ночевать у родственников, знакомых, одноклассников, и даже подсаживаться к таксистам и путешествовать с ними. Но ближе к полуночи родственники обратились в милицию. В настоящее время ведутся поиски мальчика. По данному факту проводится доследственная проверка, и в ближайшее время, если ребенок не будет найден, будет возбуждено уголовное дело. К поискам Владислава Алексеева подключились волонтерская группа «Челны поиск Василиса» и поисковый отряд «Лиза Алерт». Штаб развернулся в школе номер 6. Активисты уже распечатали более 2,5 тысяч листовок, которые будут расклеивать в подъездах, магазинах и других местах большого скопления людей. На данный момент сейчас «Челны поиск Василиса» будет обрабатывать поселок Зябь. Полностью весь поселок Зябь в пользу того, что и район Басыинаш будет, и садовое число общества «Лиза Арлек», то есть тоже подключилась такая организация есть. Они будут обрабатывать новый город, 48, 50 и 51 комплексы. Ищут Владика Алексеева и его одноклассники. Он учится со мной в параллельном классе. Очень переживаю за него. Ищем вот с друзьями сейчас. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владислава Алексеева, просят обращаться в правоохранительные органы. Инна Данилова, Валерий Митрошин, Вести, Татарстан. Рецепт здоровья ей пытаются подменить. Инвалид первой группы Ольга Муртазина каждую новую упаковку жизненно важных лекарств берет с боем. В роли неприятелей оказались те, кто, по сути, должен помогать в решении вопроса. Это врачи. Эльвира Ибятулина подробнее. У Ольги Муртазиной серьезное заболевание почек. Каждые два дня гемодиализ. После него нет сил говорить. В последнее время их все меньше. По словам Ольги, ей приходится отвоевывать положенные по закону лекарства. В диализном центре дают эпикрис, который предназначен именно для таких больных. Лекарственные препараты жизненно важные. Однако 11-я горбольница, где прикреплена по полису моя дочь, дают нам заменить. Ольга Муртазина написала в Министерство здравоохранения. После состоялся разговор с врачами. Его Ольга записала на диктофон. Вот эта запись. Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя главного врача 11-й больницы Лилию Ракаеву. Интервью прошло без камер. Официальный ответ дала участковый врач с помощью подсказок руководителя. Она ежемесячно получает. Вот за апрель месяц, она до конца апреля обеспечена лекарствами. По основному заболеванию. Она больше всего жалуется на то, что дают не то, что в эпикрисе, а заменители. Почему так происходит? Потому что нет их. А мы уже обсудили с вами этот вопрос сейчас до интервью. Поэтому доктор, она сейчас вам скажет то же самое. Ну, она просит рекормон. Рекормон. Я уже все растерялась. Все вот то, что интервью, какое мы хотели дать, доктор вам сказала. Объяснение тому, почему инвалиды обеспечивают лекарствами. По остаточному принципу удалось найти только в той же диктофонной записи. Якобы женщину перевели в другую больницу. Позже в разговоре с нами заместитель главного врача отрицала факт перевода. Прийти к общему знаменателю стороны не смогли. Медики утверждают, лекарствами пациентку обеспечили. Ольга собирается и дальше отстаивать свое право на конкретный препарат, а не его заменители. Все это, по ее словам, мера вынужденная. Благодаря тому, что я пишу письма в разные вышестоящие инстанции и добиваюсь тех препаратов, которым не назначают мои лечащие ведущие нефрологи, и я их не заменяю ничем, я живу. Мы троем начинали, позапрошлом одна умерла, в том году другая, я последняя осталась. Эльвири Бятулина Рустем Садриев, Айдар Кунафин, Вести, Татарстан. Вплавь по улице Аделя Кутоя в Казани. Конкуренцию на проезжей части автомобилистам составил участник дорожного движения на надувной лодке. Акцию провела Федерация автовладельцев. Так активисты хотели привлечь внимание ответственных лиц к давно забытой ими дороге. По словам водителей, ситуация там не меняется много лет. Завтра синоптики обещают в республике до плюс 16. Резкое потепление может стать причиной затопления сегодня в кабинете министров. По этому случаю собралась комиссия. Куда вода уже пришла и а где к поводку стоит готовиться, расскажет Альбина Батышина. Эти кадры из Буинского района республики. Село Киять связывает несколько населенных пунктов. Яшевку, Красные Поляны, Русские Кищайки. Весной мост, расположенный на этой территории, подтапливает. Так происходит уже 10 лет подряд, так как он спроектирован для низкого уровня воды. Выход в горы только через соседнюю деревню Таншерма Тетюшского района. В Апастовском в воде два села, одна деревня, теперь уже остров. По реке Була. Она у нас, река поднимается. Вчера на 8 часов вечера уровень реки был 5 метров 10 сантиметров. На сегодня 8 часов 00 минут уровень воды 6 метров 30 сантиметров. Идет разлив реки. У нас там деревня Чиреева, она останется островком. Срочно нужна лодка. Тут же попросил глава районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Вице-премьер Азгат Сафаров пообещал, что уже сегодня доставит. Председатель комиссии пообщался по видеосвязи со многими регионами. Информацию не скрывайте. Если какая-то проблема есть, озвучивайте. Озвучивайте. Чареватым последствиям потом, когда общественность поднимают, когда СМИ заводят. И просьба вовремя звонить, вставить, как говорится, в известность. Каждый день на телефоны горячих линий поступают десятки звонков. В Казани за сутки 17 просьб о помощи. Возможно, дальше будет только сложнее. На всей территории Республики Тарстан сохраняется риск локальных подтоплений по нижних участках местности, низководных мостов, населенных пунктов, дорог местного значения в результате снеготаяния и разлива малых рек. Поспособствует затоплению погода. Высокие температуры и дождь в значительных количествах может 6, 7 и 8 числа, может быть, ну и, собственно, приходит, так и, видимо, и будет в таком сценарии, придется пик развития вот этих процессов весенне-активных. Подготовиться следует жителям западных и восточных районов. Наиболее опасная ситуация может быть в Новушишминском, Черемшанском, Заинском, Альмитевском, Бугульминском, Бавлинском и Ютазинском районах. Альбина Батышна, Вести, Татарстан. Сегодня в Казани встретились участники универсиады. За 92 дня до начала студенческих игр в Республику прибыли делегаты страны. Они посетили объекты и узнали, почему Татарстан претендует на звание самого спортивного региона страны. 92 дня до старта студенческих игр в зале делегаты из 120 стран мира. Они уже успели оценить городскую инфраструктуру. Развязки, решения по транспортировке и размещению спортсменов. Масштабы впечатляющие. С этим согласны абсолютно все. Объекты в Казани поражают своей масштабностью. Но, что важно, они все еще и ультрасовременные. Особо понравилось, конечно, то, где наши спортсмены будут жить. Такого я не видел давно. Самое главное, это, конечно, спортивные объекты. 27 уже открыты. На очереди футбольный стадион и дворец водных видов спорта. Показали делегатам и то, в каких условиях будут жить спортсмены. Я под впечатлением. У нас будет одна из самых больших делегаций на универсиаде. Почти 500 человек. И очень здорово, что нас всех могут заселить в один кластер. Условия проживания в деревне очень хорошие. Сегодня обсуждали, как будет проходить аккредитация, где размещать гостей, как без пробок и с комфортом доставить спортсменов на соревнования. Сейчас собирают информацию, чтобы во время универсиада организация была безупречной. И вопрос транспортной логистики, он требует еще более детальной разработки, где мы должны получить полную информацию, какая делегация, откуда и как будет прибивать, и как она будет перемещаться в Казань. Мы этот вопрос возьмем для себя на особый контроль. В том, что студенческие игры в Казани пройдут на самом высоком уровне, не сомневается президент Международной ассоциации студенческого спорта ФИСУ Клод Луи Гальен. Сегодня об этом он рассказал на встрече с президентом Татарстана. Посмотреть будет на что. Вопросы телевизионного освещения соревнований президент Рустам Миниханов обсудил уже с генеральным директором спортивного вещания Василием Кикнадзе. Даже те, кто на универсиаду приехать не сможет, увидят ее, что называется, в деталях. К играм уже приковано внимание всего мира. Казань – спортивная столица России, родина многих олимпийских чемпионов, известных во всем мире тренеров. Наши спортивные команды борются за лидерство на самых престижных состязаниях планеты. Встреча глав делегаций в столице универсиады – традиция ФИСУ. После такого визита страны примут решение, будут они участвовать в играх или нет. Наталья Конечкина, Илья Шорин, Вести, Татарстан. Рустам Миниханов сегодня встретился с представителями испанской компании «Росрокогрупп». Обсудили сотрудничество в сфере переработки бытовых отходов и использования газомоторного топлива. Попадут ли Болгар и Свиярск? В список всемирного наследия ЮНЕСКО станет ясно в июне, когда в Камбодже откроется сессия комитета. Об этом стало известно сегодня на совещании в Казанском Кремле. Все обязательные процедуры пройдены. Идет подготовка к презентациям объектов на международном уровне. Еще одно озеро в Казани под угрозой исчезновения небольшой участок, который оно занимает, облюбовали застройщики. Сегодня горожане пришли и в общественную приемную президента республики. О чем договорились, знает Василия Хузина. Посидеть в тишине, покормить уток, покормить андатры, выдры. То есть здесь нельзя ничего строить. Озеро Новохитово со всех сторон окружает большие высотки и шумная магистраль. Даже удивительно, как здесь уживаются столько животных, птиц и редких растений. Есть и краснокнижники. Это краснобрюхая жирлянка и харовые водоросли. Благодаря им летом в округе ни одного комара. Да и сам водоем получил от них свое название – Харовое. Озеро Харовое, как оазис в бетонных джунглях этого района. Других природных уголков здесь уже не осталось. Теперь и это место под угрозой исчезновения. Водоем хотят засыпать и застроить. Клочок земли, который занимает Харовое, облюбовали застройщики. На месте осушенного озера они планируют построить три 14-этажных дома. Но местные жители встали на защиту водоема. Где можно вздохнуть спокойно с детьми, с детьми прогуляться. То есть это как маленький Бадыгаскар в районе этого. Идет массовое строительство, дорог, все это замечательно. И споративных комплексов, и жилищных комплексов. Но озеро мы построить никогда не сможем. Эксперты объяснили, нужно включить озеро в водный реестр. Тогда можно защитить его буквой закона. В надзорной службе обещали помочь. Случай не уникальный, говорят здесь. Пару лет назад едва удалось отстоять озеро на Короленко. А сколько таких незаконных застройок в прибрежной зоне Волги и Камы. Причем наказать виновных трудно. Уровень водохранилища, что и дело, меняется. В водной границе точно не обозначено. Но скоро пройдет межевание. Тогда нам легче было бы сказать, вот здесь проходит, хоть вода есть, воды нет, вот здесь проходит именно граница водного объекта. Тогда мы спокойно закон применили бы. Вот в этом отношении очень трудно. Но агентство водных ресурсов провела Аукцион и обещает в сентябрю 2013 года полностью Курбургское и Нижнекамское водохранилище провести именно межевание. Пока надзорная служба наводит порядок с документами, жители Новохитова не сидят без дела. К борьбе за спасение озера они готовятся основательно. Да, есть такой план. Мы закупили пиротехнику. Если кто-то обнаруживает, значит, что техника работает или завезли что-то, значит, если даже ночью произойдет, как уже были такие истории, значит, запускаются фейерверки в воздух и люди выходят всем миром отстаивать озеро, потому что, ну, правда, есть такая опасность. Василия Хузина, Валерий Митрошин, Вести, Татарстан. Сейчас мы прервемся на прогноз погоды, а потом вновь вернемся в студию Вести. Оставайтесь на телеканале Россия. Вести Татарстан. А теперь и на канале Россия 24. Ежедневно с 6 до 7 вечера целый час новостей и не только. Здесь о политической жизни республики. Актуальные темы в эксклюзивных интервью. Острые вопросы ЖКХ и права. Новинки в области медицины. Генеральный спонсор прогноза погоды фармацевтическая компания Зао Эвалар. Доверьте свои волосы эксперту. Лосьоны таблетки Эксперт Волос помогут сделать волосы красивыми снаружи и здоровыми изнутри. Я давно мечтала о таком эксперте. Эксперте волос. 6 апреля в Татарстане облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В конце дня и вечером местами в западных районах небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура ночью 1,6. Днем 11-16 градусов тепла. В магнитном поле Земли прогнозируются небольшие возмущения. Давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 75-80%. Туристическая фирма «Волжские путешествия». 25 лет с вами. 25 теплоходов. Подарки и скидки. О круизе долго не мечтай. Иди в «Волжские путешествия» и покупай. Если у вас есть темы для сюжетов, позвоните наш телефон 554-30-31. Все новости доступны на сайте www.trtdefis.tv.ru Хороших выходных. До встречи на канале Россия.